Доброе утро! Многие просыпаясь наверняка и не замечают уже раздражающие трели будильника или надоевшую мелодию в телефоне. А вот для кого-то такое пробуждение – настоящий стресс. Видимо, для таких приверет и была изобретена приятная альтернатива. Теперь обладатель ноу-хау приложения для смартфона, просыпаясь, не только слышит звуки скворчащего на сковороде бекона, но и ощущает его аромат. А открыв глаза, еще и видит аппетитную картину на экране. Вот такое вот вкусное начало дня подарил нам технический прогресс. А утренний эспрессо и я, Екатерина Тарасевич, постараемся сделать ваше утро не только интересным, но и познавательным. Сегодня в утреннем эспрессо. Мама, папа, я. В теме дня об условиях областного конкурса «Здоровая семья». Долгожданная премьера в Бресте. В Академическом театре драмы поставили спектакль «Мой бедный Марат». «Сотвори маленькое чудо». Подробности о благотворительной пасхальной ярмарке чудес у гостей программы. Сегодня 2 апреля, среда. И чтобы узнать, чем же жили в этот день наши предки, достаточно заглянуть на страницы народного календаря. Сегодня фатиня – колодезница. Именно в этот день особо почитали колодезную воду. Считалось, что на фатиню она приобретает целительные свойства. Поэтому старались не упустить возможность и умывали с утра водой из колодца. Вот такие традиции чтили наши прабабушки и прадедушки. А по хорошей телевизионной традиции утреннего эспрессо, в начале программы мы знакомим вас с прогнозом погоды на сегодня. Так что не упустите возможность перед выходом на работу узнать температурную картину за окном. Продолжение следует... Вот такие на сегодня планы у погоды. А сейчас новость для молодых пинчан, которые планируют связать свое будущее со службой в органах внутренних дел. Пинский ГОВД объявил конкурсный отбор кандидатов на должности рядового и младшего начальствующего состава. Так что если вам уже есть 18 и еще нет 30 лет, и вы хотели бы проявить себя на службе закону и порядку, тогда это предложение для вас. Нести службы придется в подразделениях патрульно-постовой службы милиции и милиции специального назначения. Все подробности можно узнать по телефону, который вы видите сейчас на своих экранах. Что ж, возможно, совсем скоро уже мы узнаем о первых успехах пинских новобранцев со страниц местных газет. Ну а пока последние события из жизни нашего региона. Предлагаем вашему вниманию обзор прессы на сегодня. С 1 апреля родители детсадовских малышей оплачивают полную стоимость питания своего ребенка в дошкольном учреждении. В результате плата за посещение детского сада возрастет примерно на 40%. Подробности ищите на страницах вечернего Бреста. 40 миллиардов на сплошное асфальтирование в 2014-м. Такая сумма, по словам директора дорожно-эксплуатационного управления Павла Багнюка, будет направлена на ремонт улиц в городе Бресте. Какие это будут улицы и когда начнется асфальтирование, знают журналисты Вечерки. Генеральное консульство Польши объявило о некоторых изменениях в выдаче виз гражданам Беларуси. Получить туристическую визу можно будет на многократной основе. А Брестская площадка для электронной регистрации станет доступна только жителям Брестской области. Подробности в сегодняшнем номере Вечернего Бреста. Более двух месяцев 11 барановичских водителей работали в Олимпийском Сочи. После возвращения из командировки они поделились впечатлениями о специфике работы и об отношении к белорусам. Журналистами Барановической газеты «Наш край». День самоуправления в школе. Прикольный или серьезный день? Особенно если новоиспеченному директору, его заместителям, учителям и остальному персоналу всего по 10 лет. Репортаж из Березовской начальной школы на страницах газеты «Маяк». Среди уроженцев Березовщины немало тех, кто участвовал в штурме Берлина и Рейхстага. Один из них – Григорий Жебрун из деревни Пляховщина. Многие годы мужчина хранил на память о войне необычный трофей из Берлина, который затем передал в музей. Подробности читайте в Березовской районке. Подведены результаты областного конкурса «Лучший предприниматель-2013» Брестской области. Для получения заслуженных наград луниенчане трижды поднимались на сцену. Кто же эти счастливцы – ответ найдете в луниенецких новинах. О чем прочитать, узнаете из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Не так давно в прессе появилось сообщение о том, что с 1 апреля все желающие могут подавать заявки на участие в областном конкурсе «Здоровая семья». Он традиционно пройдет в сентябре в рамках международной выставки-ярмарки «Содействие здоровому образу жизни». Так что сегодня мы решили узнать все подробности об этом конкурсе. Кто может принять участие в нем и каковы его условия. Ответы на эти и другие вопросы узнаем у Галины Стасевич, заведующей отделом общественного здоровья Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Галина Степановна, доброе утро. Доброе утро. Накануне стартовал первый этап конкурса. Уже могут подавать заявки все желающие. Но все ли семьи могут принять участие в этом конкурсе? Семьи, которые являются членами семьи гражданами нашей республики и постоянно проживают на территории Брестской области. Что им нужно сделать для того, чтобы официально оформить эту заявку, помимо письменного какого-то заявления или какие-то фотоматериалы, еще что-то? Ну, прежде всего, желающим, а я всех приглашаю, все семьи, которые есть у нас, имеющих двое и более детей, принять участие в этом конкурсе. Необходимо, прежде всего, изучить условия для того, чтобы подать материалы для участия в конкурсе. Информацию можно получить на сайтах и областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, и областного исполнительного комитета. Кроме заявки, которая включает несколько пунктов, касающихся всех членов, ну, поименно, да, перечисления, год рождения, социальный статус родителей, где работают или служат, где проживают, контактные все номера и адрес семьи. Кроме заявки, целый ряд информаций, которую должна представить семья. Это произвольная форма. Это может быть в виде альбома, да, дополняющая различными фотографиями. Информация, которая включает целый ряд характеристик, на которые это вопросы поставлены, на которые должны ответить. То есть, да, характеристика, относящаяся к здоровью, прежде всего, социальной активности семьи. Среди вот таких вопросов, это прежде всего, какие-то нравственные аспекты семьи, как они вообще чтят свою родословную, как они традиции семьи поддерживают, как они вообще проводят свободное время и вообще гигиена, труда, отдыха, питания. Они должны тоже, соответственно, отразить это. Насколько они здоровы, то есть, как часто они посещают учреждение здравоохранения, с какой целью. Какая идеальная семья, даже, я сказала, получается. Ну, конечно же, ну, во всяком случае, ведь здоровый образ жизни, следовательно. Ну, два важных аспекта. Это здоровье семьи и, с другой стороны, социальная активность членов семьи. Насколько они в физическом плане активны, насколько они различные, скажем, возможности, средства, методы используют для оздоровления своей семьи. Ну, узнав вот сейчас все эти условия, да, получается, достаточно много времени необходимо для подготовки, да, оформить это как-то красиво. До какого числа можно подавать заявки? До 15 июля. Мы ожидаем, время есть достаточно для того, чтобы, ну, хорошо это оформить. Конечно же, тут много есть нюансов, насколько достойно подадут себя. Это могут быть и видеоролики, рассказывающие о каких-то особенностях их семьи и так далее. То есть, здесь важно именно хорошо подать себя. Ну, вот уже третий год проходит конкурс. Вот хотелось бы узнать, отдачу вы какую-то получаете? Ведь все-таки, учитывая те условия, которые вы перечислили, это и здоровый образ жизни, и нравственное воспитание, и родословная, да, дружная обстановка в семье. Насколько вот много желающих с каждым годом увеличивается? Конкурс востребован? Конкурс востребован. Я не скажу, что очень много семей принимают, но в порядке 28, это было в 2012 году, и 26 семей принимали участие в прошлом году. Но я думаю, что будет еще в большей степени интерес у наших граждан, у наших семей Брещины принимать участие в этом конкурсе, потому что, ну, бонусы только, наверное, они получат сполна. Я понимаю, кроме, и над этим работает комиссия, кроме премиального фонда, мы будем приглашать разных спонсоров, чтобы могли еще поощрить эти семьи. Ну, а что касается, насколько мы чувствуем, ну, я думаю, что любая семья, которая вот соблюдает правила, прежде всего, здорового образа жизни, да, ведет здоровый образ жизни, стремится к полноценному вот такому здоровью, это бесценный капитал нашего общества, потому что, ну, основа развития нашего государства, это основа безопасности демографической, так, и социально-экономического развития нашего государства. Поэтому очень важно, и это действительно очень хорошее такое сейчас начало, такой старт по этому конкурсу взят. Я думаю, что он получит свое достойное развитие. Галина Степановна, 15 июля заканчивается прием заявок, дальше стартует второй, там будут уже определять, да, победители. Да, комиссия будет работать, комиссия будет определять потенциальных победителей. Конечно же, при необходимости мы будем делать запросы в соответствующие учреждения и здравоохранения, так, для подтверждения. И мы надеемся, что комиссия обязательно доедет до потенциальных... Непосредственно, да, семей. Да, до каждой семьи потенциального вот победителя конкурса, чтобы убедиться еще раз. И прежде чем вручить вот награды, да, подарки, мы, конечно, должны убедиться, что это так. Достойно. Галина Степановна, мы желаем как можно больше участвующих в этом конкурсе, и, соответственно, чтобы в нашей области увеличилось количество здоровых, дружных семей. Большое спасибо за участие в нашей программе. Спасибо. О критериях отбора и условиях областного конкурса «Здоровая семья» говорили сегодня с Галиной Стасевич, заведующей отделом общественного здоровья Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Но думаю, что для каждой семьи участие в этом конкурсе станет ярким событием и оставит в памяти только приятные воспоминания. Но мы прямо сейчас узнаем о событиях прошлых лет, которые надолго оставили свой след в истории. Смотрим календарь утреннего эспрессо. 2 апреля 1725 года родился итальянский авантюрист, путешественник и писатель Джакума Казанова. Его имя стало нарицательным и ассоциируется прежде всего с областителем и соблазнителем. А между тем он был первоклассным шпионом, интеллектуалом, знающим несколько языков, а также отлично владеющим не только пером, но и шпагой и пистолетом. В этот же день в 1801 году в Санкт-Петербурге основан Кировский завод – одно из старейших предприятий России. В середине XIX века инженер Николай Путилов купил его и организовал на нем производство рельсов. Завод стал называться Путиловским. В дальнейшем завод превратился в крупное предприятие с четырьмя видами производства – металлургия, вагона и паровозостроение, а также артиллерия и судостроение. В 1833 году вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». В одну неделю пятитысячный тираж первого издания разошелся целиком. Для того времени это было сенсацией. В 1912 году в печати впервые упоминается слово «джаз». Существует множество версий происхождения и значений этого слова. К примеру, если в основу брать французскую транскрипцию, то перевод означает «болтать, говорить с короговоркой». Африканскую – название определенного типа звучания барабана, а с арабского переводится как «соблазнитель». 2 апреля 1996 года в Москве президенты России и Беларуси Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор об образовании сообщества Беларуси и России. С тех пор этот день отмечается как День единения народов Беларуси и России. И еще одна замечательная новость из столицы Полеси. С апреля начинается прием заявок на участие в четвертом по счету фестивале талантливой молодежи «Сиреневая ласточка», который пройдет в Пинске в мае. А параллельно любой желающий может поучаствовать в конкурсе на лучшую новую эмблему мероприятия.